Всем привет! Поговорим о менталитете, о Турции. Подписывайтесь, кто не подписан, обязательно. Оставляйте комментарии под видео, это очень помогает развитию канала. Поговорим мы о менталитете, и я поговорю, объясню вам сегодня такой момент, как танец с живота. Потому что отношение к этому феномену, скажем так, абсолютно разное. Потому что восточные танцы, и в частности танец с живота, как это в наших странах, это искусство, это на сцене или конкурсы какие-то для этого есть, это хобби, и для тела полезно, для здоровья, пообщаться, сходить когда-то, на этих танцульках заниматься с другими девчонками, женщинами и так далее. Что это еще? Ну как бы элемент искусства, проявление себя, творчество. Что к этому, какое отношение вроде бы на Востоке, ну Турция не прям сама центр танца живота, арабские страны, но все равно, да, где-то к менталитету близко, приемлемо, они должны это любить. Ну какое к этому отношение? Отношение абсолютно противоположное и радикальное. То есть, если вы думаете, там, занимаетесь танцами с живота, и с гордостью своему кавалеру, избраннику из Турции говорите, я танцами с живота занимаюсь, или я преподаю их, ну преподаю это окей, но типа танцую, выступаю, зарабатываю этим, это будет выглядеть, оу, ничего, скорее всего, не скажут, но выводы сделают, и от вас, может быть, отстранятся, или с родителями вас не поведут знакомить. Почему? Потому что танец с живота и такие восточные танцы, это история, ну такая, ну как бы скажем, неприличная. Не для приличной женщины, которая хочет серьезных отношений, не семейная абсолютно история. Это не поймут, родители с такой знакомить, скорее всего, не будут, либо будут максимально скрывать и утаивать. Давайте немножко поговорим про самоотношение внутри страны, что подразумевается, когда говорят, танец с живота и все прочее. Есть как бы, да, можно сказать, работа аниматором в отеле, там танцы с живота, акробатика, еще какие-то выступления, это одна история. То есть, ты работаешь аниматором в отеле. Ну, можно просто родителям, скорее всего, скажут, если серьезные отношения, аниматор в отеле работает, что-то там анимирует, делает, в общем, в отеле и все. Дальше копать никто, задавать какие-то такие вопросы, тоже не будут, они тоже знают, что лучше не лезть, да, культурно, в общем. А если мы берем ночные клубы, бары и танец с живота, как вот это танцульки, как зарабатывание денег, это уже более неприемлемо, это более, как бы правильно слово подобрать, свободно, что ли, да, сексуально, привлекает внимание других людей, в общем, типа неприемлемо. Танец с живота, как он здесь в Стамбуле, говорю, да, если мы берем провинцию юго-восток страны, например, это вообще тема табуированная, закрытая там, короче, это есть, но вообще минимум, не уж приятно, оно не совсем подходит сюда, но ассоциацию, чтобы вы поняли, вот эти публичные танцы с живота, они как сродня эскорту, проституции, вот чему-то подобному, с таким ассоциируются здесь у людей, но не впрямую, не совсем слово подходит, но ощущение это передает, неприемлемо. Если мы берем светский город, Стамбул, Анкара, Анталия, вот что-то такое, у нас где вообще свободные, открытые тусовки, вся история, что здесь танец с живота? Танцовщиц, которые исполняют восточные танцы, приглашают на мероприятия, на дни рождения, закрытые как бы, не дни рождения, которые с родителями и так далее, да, для ваших ровесников, а иногда это бывают выступления, типа, ну, я даже не могу сказать, короче, все, что про семью, это нет, отрезается сразу. Дни рождения, Новый год, какие-то праздники, а вообще танцовщица с танцем живота, если вы видите видео порой эти в интернете, именно в Турции, это часто приглашение в танцевать, выступить в ресторанах. Всякие механы, это заведения, где бухают, рак и пьют, пивасик, водку, вино, едят закуски, как правило, мясо-рыба, там, мизе турецкие, и много танцуют. Сами турки, они как только шлифанут, выпьют, сразу у них руки пошли, грудь трясется, попа всякая, значит, нормальная история. То есть у них вот это вот вылезает запрещенное, скажем так, привлечение внимания этим, вот эти вот все движения. Эта история есть. И поэтому те, кто танцует, танец живота, приглашают в такие заведения, на такие мероприятия. Отношение какое к этому? Если вы обратите внимание, что танцовщицы, как правило, используют, закрывают лицо, видны только глаза. Ну, такие, дорогие, и они тоже разного уровня, если это не дешевое удовольствие, пригласить себе такую танцовщицу, но которые хорошего уровня, класса, с хорошим телом, хорошо, классно танцуют, они, как правило, закрывают свое лицо. Ай, позор. Чтоб тебя не узнали, не встретить каких-то знакомых, потому что это, ну, не то, что порицается, но это неприемлемо. Это не для приличной работы девушка, это неприличная работа для девушки. Казалось бы, это так красиво закрытое лицо, элемент какой-то до востока, традиции вот этого танца самого. Нет. Реально здесь лицо закрывают. Потому что я видел миллион раз, как в ресторанах, когда этот танц проходит, вот когда пытаются заглянуть под лицо, отстегнуть эту штучку, там прикоснуться, она это сразу прибегает, у них каждый есть менеджер, который занимается заказом этим, привозит безопасностью девушки, чтоб к ней не приставали сильно, не лапали и куда-то там условно не утащили. Когда пытались как-то там приоткрой личика, тема сразу все, по рукам бьют, там до свидания, как бы эта история, это не открывается лицо, если оно закрыто. Она может девушкой вести социальные медиа какие-то, быть блогером, там еще что-то, публичной какой-то там условной личностью в своих кругах, понимаешь? Но лицо она закроет в процессе самого танца. Что во время танца, почему это такое аипно, да, позорно еще что-то? Потому что во время танца в грудь, в бюстгальтер, в трусы, в этот пояс, да, с жемчугами расписаны, денежки пихают. Это вот этот бакшиш, это чаевые. И что в этот момент делать? Прикасаются к телу, прикасаются к груди. Там грудью трясет над там лицом мужчины, то есть женщина с отношениями, с семейными, вот эта история, это неприемлемо, это табу, аип, запрет, они просто что, это олмаз, короче, невозможно это себе представить. Поэтому здесь сродни ощущение о некой проституции. Вот в этом, что другие на тебя смотрят, тебя желают, хотят, и к тебе прикасаются, к твоему телу. Поэтому, чтобы выйти потом замуж нормально, или вести нормальную социальную жизнь, чтобы твои родители, родственники об этом не узнали, лицо закрывается. Нет вообще здесь ограничений, мужчины, женщины, кто денежки пихает, все прочее, хоть кто, и девчонки, и дети, мероприятия будут, дети там, да, я имею в виду в ресторанах, кто-то с собой берет, или еще что-то. Это, вот это некая грань. Вроде бы ничего не происходит, но разворот какой-то есть, да, или они там сами бывают, танцуют зрители, женщины, мужчины. Здесь есть мужчины, которые исполняют танец живота. Исполняют очень круто, профессионально, являются тренерами, и руководителями, которые, ну, группами преподают этот танец живота. Но здесь нет элемента культуры, искусства. Здесь это есть, это маленькая прослойка, это те, кого показывают в телевизоре, вот этих танцоров, да, которые как шоу какое-то, ну, ты единицы. И к ним вопросов не будет, потому что они какие-то знаменитые, у них есть репутация, они там преподаватели какие-то, прослойка вообще такая маленькая, условно, там несколько процентов вот этого к слову искусству, чтобы до этого аипы и грязи или проституции не было, ассоциации с этим. Но все остальные там 95% вот этих танцев, это все про неприемлемо, недопустимо, об этом не говорят, этим не хвастаются, я зарабатываю танцами живота, это скрываются, это замуж ты хорошо, после этого не выйдешь, в плане, хорошо, разная понятие, я имею в виду, хорошо в плане репутации, в плане одобрения родителями, принятие тебя в клан, вот этого всего, это будет скрываться, об этом говориться не будет, придумают другу, кто девушке профессию, жених с невестой, но родителям про это не, я преподаватель танцев, народных не знаю, еще что-то искусство, какой ты преподаватель танцев, но говорит о том, что она трясет ягодицами, грудями, ей туда денежки запихивает, но это просто, об этом даже не скрывается, это будет скрываться будет, за семью замка, никто не должен об этом знать, потому что будут сразу ассоциации с грязью, с вот этим вот всем, с этим поведением, так что танцы, живота, восточные танцы, здесь другое к этому отношение, если мы берем искусство, маленькая прослоечка, единицы людей пересчитать по пальцам, красиво, приемлемо, танцуют, денежки запихивают, лица при этом не показывают, и это скрывается, есть молодое поколение девчонок, конечно же турчаны, на которые ведут социо-медиа, всякие там странички, блогеры и так далее, у них там сотни тысяч подписчиков, где об этом, которые могут смело об этом говорить, но в обществе, и вообще большая часть окружений, и даже светских, здесь не будут это поощрять, как говорится, там особо руки не подадут, у нас есть такие феномены, они называются, по-третьски social media феномен, ну, короче, инфлюенсер, проще говоря, есть такая девушка, ее Мелисса зовут, не помню ее фамилию, я ее про, про нее говорила в видео, в выпусках про новость, она осветилась, она пытается быть вот этим, ну, а-ля такой фрик, и на теме гендерного равенства, женских прав, и типа она себя мнит феминисткой, но там к феминизму, заговорилась, к феминизму это мало относится, ее действия, это провокации в основном, но на этой теме социальной, она пытается этим сделать себе вот эту славу, попиариться, но ее там задержали на полгода, садили, которая ходила с открытой грудью, у нее прекрасное, красивое тело, она шла там в сапогах, в стрингах с открытой грудью, или с минимальным каким-то бюстгальтером, с плакатом про феминизм, привлекала себе общественное, социальное внимание, в итоге последний раз ее с такой акцией, даже женщина условно за волосы оттаскала, у них драка была, в принципе, кстати, светская, незакрытая женщина, типа, что ты сейчас творишь, ты дура, нет, зачем ты это делаешь, как бы, это все равно не находит, понимаете, в обществе не находит отзыва, отклика, поддержки какой-то, да, потому что здесь относятся с пониманием каким-то, я про крупные светские города открытые, да, про Стамбул в частности говорю, но не готовы до конца к этому, и здесь в культуре это не то, в общем, короче, если вы занимаетесь танцами живота, восточными танцами, приемлемо сказать, я преподаватель, я про искусство, мужики мне деньги в трусы не запихивают, в ресторанах, кабаках я не выступаю, для себя, не говорим, для своего мужчины, для своего восточного, чтобы вы этим покорят, нет, девочки, вообще, вот для мужчины, или там, условно, сразу, как это, параллель к сексуальности, к сексуализированности ваших действий, нет, для себя, для искусства, все, он сам поймет, он будет, о, она так умеет, значит, для меня танцевать, условно, тоже будет, да, мне что-то с этого озвучивать это не надо, потому что сразу у мужчины мысль, значит, для кого-то еще, она может танцевать, и это будет окей, окей, присмотрим за ревность, лишние провокации, зачем вам, короче, это надо, другой менталитет, короче, как говорится, да, не будите спящего дракона, для родителей эта история не обсуждается, вообще просто, я бы рекомендовала это, ну, не прям скрыть, но не афишировать, ну, надо прям обманывать, да ну, промолчать, не нести это, как знамя перед собой, это не лучшая вам реклама при знакомстве, подобная деятельность, педагог, танцы преподаю, все, ну, я думаю, если у вас тут грамотный, нормальный, адекватный мужчина, турецкий, он объяснит вам, что, как и почему, и придумает вам алиби, назовем тогда, какую-то историю, для его родителей, кто вы, что, чем занимаетесь, и так далее, и они, как понимающие, культурные, особо лезть, наверное, не будут, и задавать начиняющие вопросы, что, да, как и почему, то есть, они будут, может быть, понимать, внутренне, что на самом деле происходит, но делать вид, что, типа, историю, которую вы им предложили, вариант, их тоже устраивает, копаться сильно глубоко не будут, это вот по турецкому менталитету. Что вы думаете на эту тему, сталкивались ли вы с этими вопросами здесь в Турции, интересно, меня девочки смотрят с других разных стран, из восточных, с арабских стран, как у вас с этим обстоит, я думаю, еще жестче, наверное, чем в Турции светской, вот это тоже история, думаю, неприемлемая, именно про танцы с живота, но это не норма социальная, здесь и норма культуры, хотя, казалось бы, для нас со стороны, что танцы с живота, это ассоциация, синоним Востока, да, но вот с своим таким контекстом и окрасочкой определенной, мыслями людей здесь, такое здесь отношение к этому. В инфобоксе под видео моя почта, если вы хотите индивидуальную консультацию психологическую, пишите на почту тема письма консультации, если хотите присылать вашу историю для ответа на канале разбора, то тема письма история от анонима. Жду ваших комментариев под видео, подписывайтесь, распространяйте видео в соцсетях, скоро увидимся, всем пока!